Всем ассалам алейкум, меня зовут Мариям, я рада вас приветствовать на своем канале. Друзья, я являюсь жутким киноманом, безумно люблю смотреть фильмы абсолютно разного жанра, но в особенности, честно говоря, мне больше всего нравятся фильмы, основанные на реальных событиях, документальные фильмы, детективные и комедии. Еще мне безумно нравится смотреть и узнавать истории реально пропавших людей, семей с действительно тяжелой трагической судьбой. Я здесь даже высвечу каналы, которые я время от времени смотрю, которые действительно посвящены настоящим историям пропавших людей, исчезновению и трагическим смертям, мягко сказать. На самом деле это очень интересно, поэтому если вам нравится, то тоже приходите, смотрите. Но сегодня о фильмах. Хочу с вами поделиться пятью классными фильмами, которые я могу пересматривать по несколько раз и просто я не могу вам их не посоветовать. Вдруг вы сможете здесь найти то, что подойдет вашему вкусу и вашему настроению. Поэтому давайте начнем. Это «Чертово сердце». Немецкий фильм 2018 года, основанный на реальных событиях. История о парне по имени Лени, который потерял смысл жизни, и единственным его занятием было лишь бесконечные вечеринки с друзьями. Он привык, что все его капризы терпит и оплачивает отец. Но, устав от безделья сына, отец Лени поручает тому заботу о Дэвиде. Дэвид — это 15-летний мальчик, который живет с ним в одном городе. Он практически все свое время проводит дома, так как у Дэвида врожденный порог сердца. И прогнозы врачей были неутешительными. Неожиданно для всех эти двое становятся друг для друга просто незаменимыми. Лени помогает осуществить парню все его мечты, составляя большой список из его желаний. А Дэвид, в свою очередь, помог Лени понять ответственность за свою жизнь и жизнь тех, кто рядом. И ценить каждую вещь, каждый момент своей жизни. Ведь эта жизнь так коротка и может закончиться в любой момент. Не нужно откладывать что-то на потом, если ты можешь сделать и сказать это прямо сейчас. А что случится с героями в конце, вы можете узнать, просмотрев этот фильм. Уверена, что вам он понравится. Эдди Орел. Классное кино, пропитанное спортивным духом, мотивирующий и полубиографический фильм с участием Хью Джекмана. Подарит вам множество улыбок и поможет по-новому посмотреть на свои неудачи. Отлично подойдет для семейного вечера. Картина о парне по имени Эдди Эдвардс, который с самого детства мечтал выступить на Олимпийских играх. Он пробовал себя во многих видах спорта и не желал смириться с тем, что спорт это не для него. Да и отец всегда навязывал ему профессию штукатуры. И вообще его окружение и его близкие не поддерживали его, кроме мамы. Парень был очень упорным и для исполнения мечты ему придется преодолеть немало преград. Сможет ли он реализовать свою мечту и поставить новые рекорды для своей страны, вы можете узнать, просмотрев этот фильм. Погоня за счастьем. Просто прекрасный фильм 2006 года, а также основанный на реальных событиях с участием одного из моих самых любимых актеров Уилл Смита. Фильм четко передает ту часть жизни, которая посвящена погоне за счастьем. Молодая пара сталкивается с финансовыми трудностями. Денег нет, работы нет, нужно платить за жилье, и при этом у них есть маленький ребенок. Жена главного героя оставляет на произвол родных и уходит из семьи. А молодому мужчине приходится скитаться с ребенком без крыши над головой по холодному городу. Далее описывается борьба человека, отца-одиночки с трудностями и преградами. Человек, который остался на улице с сыном и без денег. О том, как он выживал на улице с сыном, о том, как он заботился одновременно, учась, проходя неоплачиваемую стажировку. И все это ради того, чтобы иметь достойную работу и обеспечить достойную жизнь для своего сына. А на какой ноте закончится фильм, вы можете узнать сами. Просто шикарный, очень сильный, тяжелый, глубокий фильм. Вы просто обязаны его посмотреть. Я считаю, что это одна из лучших работ, один из лучших фильмов Уилл Смита. «Приумф. История Рона Кларка». Довольно-таки легкое семейное кино 2006 года, основанное на реальных событиях. Таких людей, как Рон, довольно-таки мало. Именно таких вот фанатов своего дела и искренне любящих чужих детей. По сюжету Рон Кларк учитель. Он берет самый проблемный неблагополучный класс обычной средней школы в Гарлиме. Дети совершенно не хотят его принимать, но Кларк не сдается и всячески старается поладить отношения с ребятами и сделать их класс самым лучшим не только в школе, но и во всем городе. Но сможет ли он привить их интерес к учебе, а самое главное, повлиять на их будущее, вы можете узнать, просмотрев этот фильм. «Дыши ради нас». Пожалуй, это самое прекрасное кино, которое я смотрела за последние дни. Это фильм 2017 года, основанный на реальных событиях с участием Эндрю Гарфилда, который просто шикарно сыграл свою роль в этом фильме. И знаете, этот фильм меняет мировоззрение, вдохновляет верить в любовь, искренность, в людей, в милосердие. Те учат даже в самой безвыходной ситуации находить смысл, и ради чего это испытание пришло. Это о пути неслабой личности и прекрасной души. В центре внимания история молодого, симпатичного парня, который оказался прикованным к постели из-за перенесенного ранее полиэмиэлита. Это биографическая драма о человеке, который, несмотря на тяжелый физический недуг, объездил весь мир, увидел, как взрослеет его ребенок, а самое главное, изменил жизни таких же безнадежных больных, каким раньше был он сам. Но что помогло ему не отчаиваться и бороться за свою жизнь? Для этого вам стоит посмотреть этот душевный, эмоциональный фильм, который заставляет призадуматься и произвести переоценку ценностей. Вам действительно стоит посмотреть этот фильм, я уверена, что он вам понравится. Ну что ж, вот такая вот подборка у меня получилась. Я старалась сделать это видео интересным и полезным. Не знаю, может быть, я буду чаще снимать такого рода видео, потому что у меня есть огромный список из фильмов, которые я посмотрела. Я даже могу вам посчитать. Сейчас. Получается... Так, так, так. Получается 273 фильма я посмотрела. Так мало, что ли? 273. В общем, напишите свое мнение о подборке или о фильмах, которые вы уже посмотрели. Мне будет интересно почитать. Вот. И спасибо вам огромное за внимание, вам всех благ. До новых встреч и ассаламу алейкум ва рахматула. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...